Привет! Это разбор книги под номером 211 «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих». В этом выпуске тебя ждёт 7 выводов, но сначала побухтим на тему «Стоит ли тебе читать эту книгу?». Если ты далёк от понимания, как формируются полезные привычки, и где-то ты когда-то услышал, что вот, мол, нам надо 21 день, чтобы та или иная привычка закрепилась, то да, у тебя брешь в знаниях, и он можно залатать с помощью этой книги. Недаром она находится в списке бестселлеров, топов в разных странах мира. Мне лично, человеку со стороны, который в другом своём проекте «52 недели одержимости» внедрил 50, блин, 2 привычки в год, я, ну, как показывает практика, что-то в этом шарю, что-то в этом понимаю. Для меня эта книга показалась водянистой, ну, и написана она очень скучно, в общем, ты по выводам это поймёшь. А, ещё предупрежу тебя, что второй вывод просто гигантский, и я, наверное, буду делать паузу, чтобы мы с тобой смогли вместе переварить эту информацию, потому что она была огромная. Ну, всё, давай перейдём, наверное, сразу к выводам. Вывод номер один. Аналогичным образом небольшое изменение ежедневных привычек может направить жизнь совсем в другом направлении. Результат выбора в пользу совершенствования или ухудшения на 1% кажется незначительным в данный момент времени. Однако в долгосрочном периоде, сопоставимом с жизнью человека, совокупность таких ситуаций выбора определяет разницу между тем, кто вы есть в данный момент времени, и тем, кем вы могли бы быть. Успех – продукт ежедневных привычек, а не масштабных изменений, совершаемых один раз в жизни. Исходя из этого, не очень важно, насколько вы успешны или неуспешны в данный момент. Самое важное – это то, насколько привычки способны привести вас на путь успеха. Звучит как партия. Вы должны в гораздо большей степени беспокоиться о траектории развития, а не о достигнутых на данный момент результатах. Если вы миллионер, но при этом ваши ежемесячные траты превышают доходы, то вы находитесь на неправильной траектории развития. Если ваши привычки тратить деньги не изменятся, вы придете к плохому результату. И наоборот. Если вы изменитесь и начнете каждый месяц экономить даже небольшую сумму, то встанете на путь, который приведет к финансовой свободе. Даже если вы будете двигаться медленнее, чем хотелось бы. Достижения представляют собой отложенную проекцию привычек. Ваше финансовое состояние – результат привычек в отношении денег. Ваш вес – результат пищевых привычек. Ваши знания – результат привычек в отношении обучения. Вы получаете то, что регулярно повторяете. Этот вывод, раз уж я закончил на слове «повторяйте», этот вывод повторяет книгу «Накопительный эффект». Она мне, кстати, понравилась больше. Ее ты можешь, опять же, найти в моем подкасте. Речь про что? Что мы не видим малюсенькие микроскопические изменения, даже если эти изменения равны 1%. Просто они незаметны. Поэтому многие люди, когда берут абонемент в спортзал, ходят, например, месяц, не видят существенных изменений, бросают. Потому что изменения-то они уже начали происходить. Просто они невидимы. Более того, когда мы каждый день видим себя в зеркале, ну, тут уж извини, изменения должны быть суперрадикальны. А суперрадикальных изменений в реальной жизни, если мы говорим про естественный процесс, ну, просто не бывает. Так что автор склоняет к тебе. Прими понятную формулу. Изменения проходят только-только малюсенькими шагами. И тебе нужно выбрать траекторию. Вот как автор пишет. Есть траектория бедности, есть траектория богатства. Если ты отклоняешься влево, чуть-чуть на 1%, но будешь всегда идти в этом направлении, то рано или поздно ты будешь сильно-сильно далеко от того человека, который в свое время выбрал траекторию богатства. Например, он складывает деньги, меньше покупает какой-нибудь хрени ненужной, которая просто пылится на полке. Траектория в самом начале отличается минимально. Но через 2, 3, 5, 10 лет эти люди будут на гигантском друг от друга расстоянии. Вывод номер 2. Вот, держись, он большой. Я думаю, что я его разобью на две части. У победителей и проигравших одинаковые цели. Постановка целей серьезно страдает от систематического смещения оценки в пользу победителей. Мы концентрируемся на тех людях, кто одерживает победу. Выживших. И ошибочно полагаем, что амбициозные цели всегда приводят к успеху. Не принимая во внимание всех тех людей, которые имели такие же цели, но не преуспели. Каждый участник Олимпийских игр стремится завевать золотую медаль. Каждый соискатель хочет получить работу. Если успешные и неуспешные люди имеют одинаковые цели, то это означает, что цели не могут быть той характеристикой, которая отличает победителя от проигравших. Так, цель победить в Tour de France не была тем фактором, который привел британских велосипедистов к победе. Предполагаю, что они хотели выиграть гонку и каждый предыдущий год, как и любая другая профессиональная команда. У них уже была эта цель. То, что они наконец достигли победы, стало результатом системы последовательных небольших улучшений. Сделаю паузу, внесу немножечко разъяснений. Вспомни, если ты когда-нибудь был в баре, в спортивном или вообще где бы то ни было, где, например, по телеку показывали спортивный канал, например, бегуны. Когда первый номер перебегает вот эту финишную черту, в общем, он победитель, то на лице людей, которые закончили этот спринт вторым или третьим, можно читать просто горе. Горе вселенского масштаба. Вся работа на смарку. Они считают, что вот все, они лузеры, они проигравшие. Безусловно, есть люди, которые умеют принимать поражение, но все-таки большинство людей опускают руки, они несчастные, они попадают в какую-то суперглубокую депрессию. Здесь же про что? Про то, что если ты ставишь во главу угла первый номер, забег, то первое место. Если ты хочешь, не знаю, там, если твоя работа продавцом, то нужно продавать больше всех, стать номером один. Стать номером один не лучшая стратегия. И тебе просто нужно каждый раз становиться лучше самого себя. Про это вывод. Дальше. Проблема номер два. Достижение цели, изменение имеющее значение только в данный момент. Представьте себе, что у вас в комнате страшный беспорядок, и вы ставите перед собой цель убрать ее. Если вы направите всю энергию на уборку, вскоре в вашем распоряжении будет чистая комната на данный момент времени. Однако, если вы сохраните прежние привычки и склонность к неряшливости и накоплению всякого хлама, которые изначально привели к беспорядку в комнате, вскоре вы окажетесь в таком же хаосе, в надежде на очередную вспышку энтузиазма, к наведению чистоты. Вы получите такой же результат, поскольку не изменили систему, которая стоит за ним. Вы работаете с симптомом, а не с причиной. Достижение цели меняет жизнь только на данный конкретный момент. Это, казалось бы, парадоксальная обратная сторона улучшений. Мы думаем, что нам необходимо изменить результаты, но проблема заключается совсем не в них. В действительности нам нужно изменить системы, которые приводят нас к этим результатам. Когда вы пытаетесь решить проблему на уровне результатов, то находите лишь временное решение. Для того, чтобы измениться в лучшую сторону, нужно решать проблему на уровне систем. Приведите в порядок исходные значения, и результаты приведут себя в порядок сами. Это еще продолжается, блин, второй вывод. Там будет еще проблема номер три. Ну, что можно сделать? Какой вывод? Система. В любом действии, даже если мы берем очень понятный, простой алгоритм действий в уборке. Ну что же там, пыль протереть, пол пропылесосить и так далее. Но нужно работать именно система. Если ты поел чипсы и забросил пачку куда-нибудь под стол, то система у тебя точно не в порядке. У тебя проблемка. Нужно быть изначально чистоплотным, но если опять же рассматривать проблему с грязью в квартире. Итак, дальше идем. Проблема номер три. Это все второй вывод. Цели ограничивать счастье. За каждой целью скрывается следующее убеждение. Как только я достигну своей цели, я стану счастливым. Проблема мышления, ориентированная в первую очередь на цели, заключается в том, что вы постоянно отодвигаете счастье до следующего этапа своей жизни. Я сам столько раз попадал в эту ловушку, что уже сбился со счета. На протяжении многих лет счастье было чем-то, чем могло наслаждаться только мое будущее. Я обещал самому себе, что однажды, когда наконец на расчет 20 фунтов мышечной массы или о моем бизнесе напишет New York Times, я смогу расслабиться и насладиться этим. Помимо этого, цели создают внутренний нас конфликт. Или вы достигаете их и становитесь успешным, или терпите поражение и становитесь причиной разочарования для самого себя и окружающих. Вы мысленно загоняете себя в очень узкие границы представления о счастье. Это ошибка. Мало вероятно, что ваш жизненный путь будет в точности соответствовать тому маршруту, который вы мысленно построили, когда ставили цели. Не имеет смысла ограничиваться возможностью получать удовлетворение от жизни только одним сценарием, когда в реальности существует множество различных путей к успеху. Мышление в первую очередь ориентировано на систему, приводит к абсолютно противоположным результатам. Если вы в большей степени ориентированы на процесс, чем на результат, вам не нужно ждать момента, когда вы сможете разрешить себе быть счастливым. Этот ввод даже лучше характеризует и показывает фильм «Мирный войн». Я про него уже, наверное, все уши прожужжал, но, в общем, кто его не смотрел, посмотри. Это фильм 2003 или 2004 года. Он снят по голливудским канонам. Смотрится интересно, но, опять же, он снят по книге. И там есть определенная сцена, когда... Я не буду тебе сейчас пересказывать, ну, чтобы интерес не пропал. Что происходит с человеком, когда он счастье откладывает на потом. То есть вот я достигну чего-то, а потом настанет этот момент, все лучи славы достанутся мне. И вот кнопочка вкл счастья. Вот я нащупаю, нажму и буду всеми фибрами чувствовать это счастье. Так это не работает. Ну, может быть, и работает для кого-то, но потом приходит уныние. Некоторые... Ну, вот у нас сейчас такое время, кто очень быстро разбогател, не... Как бы это мягко выразиться? Неправильным путем, например, кто продает ставки на спорт, прогнозы какие-то, ребята заколачивают реально большие деньги. И вот они покупают себе новые Мерсы, новые там Ламборджини и так далее, и в их глазах видится только тоска и грусть от того, что «эх, я-то думал, что сейчас буду счастливым». А нет, не судьба. Вывод номер три. Он поменьше. Высшей формой внутренней мотивации становится ситуация, в которой привычка становится частью личности. Можно сказать о себе «я человек, который стремится к этому». А можно сказать, и это прозвучит совсем иначе, «я человек, который по своей сути является таковым». Чем больше гордости вы испытываете в связи с тем или иным аспектом вашей личности, тем выше будет мотивация иметь привычки, которые способствуют совершенствованию этого аспекта. Так, речь про что? Если ты когда-то бросал курить, ну вот я бросал, не помню уже, блин, сколько лет назад, может, восемь, да, то я мог выбрать первую стратегию и говорить всем на тусовках «я пытаюсь бросить курить». Это первая версия. Либо я мог на тусовках говорить с совершенно уверенным голосом, я бы даже сказал, невозмутимым голосом «я человек, который не курит». Или принял решение не курить. Вроде об одном и том же, только в первом случае я сомневаюсь и такой, сиськи-письки жму, а во втором случае я уверенно заявляю, что я человек, который не курит. И это будет наполнять тебя не просто мотивацией, а верой прежде всего самому себя. И это уже гораздо выше, чем привычки, потому что привычки, они на первоначальном пути подпитываются все-таки силой воли. А у силы воли тоже есть свой запас прочности и энергии. Вывод номер четыре. Он про фазы привычки и про вопросы, которые тебе помогут закрепить ту или иную привычку. Итак, у любой привычки, неважно полезной или вредной, есть всего четыре фазы. Первая – это стимул. Второе – это желание. Третье – реакция. Четвертое – вознаграждение. Автор сводит это к простой формуле. Стимул. Что такое стимул? Вот, например, ты пришел с работы, и тебе, не знаю, грустно. Грустно от того, что твой начальник мудак, тебя, как обычно, не замечают, ну, точнее, не видят всех твоих успехов и не награждают в денежном плане так, как ты хотел. И тебе нужен стимул заглушить эту внутреннюю боль. Затем у тебя рождается желание. Нужно же что-то сделать, да, действие. Что сделать? Где ты найдешь то самое, что позволит тебе заглушить эту боль? Кто-то видит, ну, кто-то пересматривает кучу, миллионы сериалов, да, и это тоже может быть решением. Соответственно, вторая фаза – желание. Третье – это реакция. Ты смотришь, и сериалы снимают далеко не дураки, они снимаются по общим канонам, чтобы тебя сериал захватывал, удерживал, чтобы ты получал удовольствие. Соответственно, ты получаешь по третьей фазе реакцию. То есть тебе приятно. Ну и четвертое – вознаграждение. Ты посмотрел, у тебя удовлетворение, твоя внутренняя боль заглушилась, и тебе хорошо. То есть ты таким образом подаешь сигналу мозгу, что вот он, простой путь к решению этой проблемы. И так у тебя формируется привычка. Идем дальше. Если вы хотите изменить свое поведение, просто задавайте себе вопросы. Тут четыре вопроса. Первое – как я могу сделать это очевидным? Второе – как я могу сделать это привлекательным? И третье – как я могу сделать это простым? А, и четвертое – как я могу сделать так, чтобы это приносило удовлетворение? Я не согласен с автором. Мне кажется, что третий пункт, как я могу сделать это простым, должен быть первым. Почему? Потому что что-то новое из разряда полезных привычек всегда воспринимается в штыки. Я помню себя, когда думал, блин, делать зарядку, да ну не хочу, да где я возьму время на то, чтобы просыпаться раньше и делать зарядку. Или правильно питаться, да ну нафига, блин, я не хочу себя ограничивать. Или, я не знаю, там укладывать деньги, там какую-то часть дохода, да почему у меня вообще-то есть свои определенные затраты, я к ним привык. То есть сразу идет отторжение, а чтобы это отторжение минимизировать, нужно, чтобы это первое действие должно быть максимально простым. Вот вообще настолько простым, что пару нажатий кнопок, вот как-то так, очень простым должно быть решение. Идем дальше, вывод номер пять, позволь я чаечек хлебну, рот пересох. Привычки – это современные решения базовых желаний, новая версия старых пороков. Базовые мотивы человеческого поведения остаются неизменными. Конкретные привычки различаются в зависимости от периода истории. Видишь, как написано? Блин, неинтересно. Вот важная часть. Существует много разных способов для обращения к одному и тому же базовому мотиву. Один человек может научиться снимать стресс, выкуривая сигарету. Другой человек учится облегчать свою тревогу, отправляясь на пробежку. Текущие привычки не обязательно являются лучшим способом решения проблем, с которым вы сталкиваетесь. Это просто методы, которыми вы научились пользоваться. Как только вы связываете решение с проблемой, которую нужно преодолеть, вы продолжаете возвращаться к нему. Привычки – это ассоциации. Они определяют, стоит ли нам предсказывать повторение привычки или нет. Как мы уже говорили, в обсуждении первого закона мозг постоянно поглощает информацию и замечает стимулы в окружающей среде. Каждый раз, когда вы воспринимаете стимул, мозг запускает моделирование и создает прогноз о том, как поступить в следующий момент. Про стресс. Интересный пример, потому что, ну блин, по-моему, он касается всех. Каждый испытывает в той или иной степени стресс. И у нас на подсознательном уровне, с помощью рекламы или с помощью фильмов, просто на подкорку памяти занесен этот алгоритм. Если тебе там плохо, если у тебя стресс, достань сигаретку и покури. Ну вот как-то так. Главный герой фильма обязательно стресс. Кто-то погиб или вот он, преступник сбежал, нужно достать сигарету и покурить. Ассоциация. Но, с другой стороны, стресс можно другими способами как-то убрать. Я думаю, ты с этим согласишься. Реальная история моя. Моя. Какие-то другие нереальные. Когда я бросал пить, я переключился на китайский чай. То есть, я понимал, что мне нужно было эту брешь чем-то заполнить, потому что культура питья, культура выпивания, она была в моей жизни. И занимала, ну не то, что большую часть, но какую-то часть она все-таки занимала. То есть, по пятницам стабильно, с корешами, в бар идем и сидим, выпиваем, развлекаемся. Но, когда ты что-то убираешь в своей жизни, тебе нужно эту часть заполнить чем-то. Я точно так же заполнил ее китайскими чаями, потому что это вкусно, это интересно, есть эффект и есть китайские традиции. Поэтому, когда я приезжаю в какой-нибудь город, кстати, в Ростове, я начитал, блин, шесть чайных. У нас в Новосибирске я одну только чайную знаю. Там, блин, шесть. И это культура, это эстетика, это красота. Ну вот, я нашел замену. Вывод номер шесть. Он будет тезисами звучать короткими, но, если что, объясню. Привычка может занимать несколько секунд, но влияет на поведение в течение последующих минут или даже часов. Следующий тезис. Многие привычки происходят в решающие моменты, которые подобны развилкам на дороге. И от вашего выбора в решающий момент зависит, каким будет этот день, продуктивным или непродуктивным. Следующий тезис. Правило двух минут гласит, любая новая привычка должна занимать не более двух минут. И последний. Чем скорее вы превратите ритуал в начало привычки, тем лучше будет концентрация на действительно важных вещах. Давай остановимся на втором тезисе про то, что представь, что ты каждый раз во время выбора стышь на развилке. Как правило, у развилки есть несколько вариантов, куда пойти. Вот мне вспоминается мультик Алёша Попович, там была такая табличка, типа налево пойдёшь, что-то там богатство найдёшь, направо пойдёшь, там проблемы тебя ждут. Вот точно так же, только без проблем и богатства, хотя у кого как. У нас каждый раз ждут табличка с развилкой, что делать дальше. И даже, например, если ты утром переставляешь будильник, вот просто ты его переставляешь, это значит, что ты идёшь в другом направлении, в ненужном для тебя направлении по развилке. А раз ты пошёл влево, допустим, то там уже идёт и ждёт тебя совершенно другой сценарий развития событий. Не самый благоприятный. И вот этих развилочек очень много. Относись к привычкам как к правильной развилке. Вывод номер семь. Он мне, кстати, понравился. Он подольше, но прям вдумайся. На самом деле очень круто. Наше время на этой планете ограничено. И подлинного величия достигают те, кто не только усердно работает, но и кому повезёт воспользоваться благоприятными возможностями. Но что, если вы не хотите полагаться на удачу? Если вам не удастся найти игру, в которой шансы вам благоприятствуют, создайте её. Скотт Адамс, автор серии комиксов Дилберт, говорит. У каждого найдётся как минимум несколько областей, в которых он при некоторых усилиях сможет попасть в верхние 25% списка. Например, я умею рисовать лучше большинства людей, но вряд ли меня можно назвать художником. И я не смешнее среднего стендап-комика, который никогда не станет звездой, но смешнее большинства людей. Фокус в том, что мало кто умеет хорошо рисовать и придумывать шутки. Именно из-за сочетания этих двух факторов то, чем я занимаюсь, встречается так редко. А если добавить к этому мой опыт работы в бизнесе внезапно, у меня появится тема, которую вряд ли смогут понять другие карикатуристы, не жившие в ней. Даже если вы не можете выиграть из-за того, что лучше других, вы можете выиграть потому, что отличаетесь от других. Объединение навыков сокращает уровень конкуренции, благодаря чему вам будет проще выделяться на общем фоне. Вы можете понизить необходимость в генетических преимуществах, изменяя правила игры. Хороший игрок старается победить в игре, в которой играют все остальные. Великий игрок создает новую игру, которая благоприятна для его сильных сторон и обходит слабые. Как мне кажется, это самый, наверное, интересный и офигительный вывод, над которым как минимум стоит поразмышлять. Потому что не все, да что там, давай, я же тебя не вижу со стороны, давай скажу про себя. Я точно не лучший оратор, я точно не лучший диктор, я точно не лучший чтец, если есть такие люди, которые читают книги. Я точно не лучший бизнесмен, но при этом комбинируя эти маленькие, не лучшие части и придумывая, перепридумывая правила игры, я становлюсь в этом лидером. Тебе советую то же самое. Мы не идеальны во всем, и факт, многие будут в некоторых вещах нас сильнее, причем значительно сильнее. Тебе нужно просто придумать свои правила игры. Это были семь выводов, и я, наверное, не готов тебя отпускать без пользы, потому что какая-то вода, не то, что вода, но книга сама по себе водянистая. Я тебе что рекомендую? В Телеграме есть кнопка «Мои 20 ритуалов». Пройди ее. Это Телеграм-игра, она бесплатная. Там есть возможность пройти ее бесплатно. Ну, прямо от слова совсем, если ты будешь соревноваться с кем-то. Попробуй, посмотри, это моя личная история, как я внедрял полезные привычки, и я, кстати, задействовал услуги диктора, он сделал историю, то есть там прям полное погружение идет. Рекомендую, это мои личные привычки, я их лично пропустил через себя, они точно работают. Ну, все, обнял, поцеловал, заплакал, услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока. Пока.